Начинаем! Здравствуйте, уважаемые господа и дамы! Начинаем наш вебинар. Пятничный бесплатный вебинар от Андрея Дуйко из Атолическая школа Кайлас. Рад вас приветствовать. Сегодня я буду видеть ваши комментарии на нашем сайте duiko.guru вебинары-школы. Вы можете задать мне вопросы, если вас они интересуют, по поводу прошедших морских курсов, а также все вопросы, которые будут заданы сегодня во время вебинара, я постараюсь на них ответить. Сегодняшний вебинар у нас посвящен эзотерике, поэтому начнем. Итак, какой бы вопрос начать раскрывать? Как найти свое спокойствие? Очень часто я получаю такие вопросы. Очень часто мне люди пишут письма, и в этих письмах пишут о том, что они не могут восстанавливать по долгу свое состояние спокойствия. Они нервные. Сейчас начинается весна. Весна – это сезон, когда человека беспокоят мысли, само беспокойство. Можно ли каким-либо образом избавиться от этого? Могу ли я дать какой-либо совет? Конечно же, если войти в интернет и в YouTube посмотреть, как найти свое спокойствие, вы можете обнаружить очень большое количество информации. Всевозможные эзотерические учителя, садгуру, также всевозможные люди, они постоянно объясняют, от чего это возникает, каким образом с этим можно справляться и так далее. Я не хочу об этом всем говорить, я хочу вам дать совет. Оказывается, найти свое спокойствие возможно. Как в фильме «Приключения электроника» в свое время бандиты подкупили Ури или заставили Ури, чтобы он отключил электроника. Их идея была такая, они ему говорили, Ури, у этого робота должна быть кнопка. Ты, если найдешь кнопку, сможешь выключить его, и после этого привести его к нам, а мы будем уже с ним дальше совершать свои темные дела. Так вот, так же у человека, оказывается, в человеческом организме есть определенные системы или определенные элементы, можно их так назвать, которые связаны с состоянием спокойствия. Если человека научить каким-то образом находить эти элементы, то человек может добровольно, очень легко, совершенно удобно, быстро успокаиваться. Я хочу вам сегодня дать этот совет. Я вам хочу этот совет сегодня дать. Сегодня женщина мне пишет, Андрей Андреевич, пожалуйста, я вам сегодня звонил, а хочу вам сказать, что я только вошел в свой офис, и только-только сейчас мне отдали вот этот телефон. До этого я контакта и возможности отвечать на телефон не имел. Итак, все-таки начнем. Итак, как найти свое спокойствие? Вы очень часто видите информацию, очень часто видите, тот, кто начинает заниматься йогой, он обращает внимание на некую медитацию, которую очень часто йоги используют в ходе обретения состояния развития ясновидения. Это медитация в межбровье. Медитация, при которой лоб человека, при которой глаза закрываются наполовину веками, и при этом человек смотрит вот в это темное веко. Я рекомендую использовать данную медитацию для того, чтобы найти свое спокойствие. Именно там находится некая точка, которая может позволить человеку прийти в состояние абсолютного спокойствия. Каким образом можно научить себя находить это спокойствие? Сегодня объясню вам. Итак, первое, необходимо сесть, прикрыть глаза наполовину, так, чтобы они наполовину веки, вернее, прикрыть наполовину, так, чтобы наполовину веки были закрыты, наполовину открыты. Расслабить свое лицо, при этом смотреть больше в темное веко, а не в нижнее светлое веко, при этом сидеть спокойно и смотреть в свое межбровье, то есть прямо в темное веко, обоими глазами. При этом нужно представить, будто ваше тело раскачивается влево-вправо, А на выдохе вы представляете, будто концентрируетесь вот в этом центральном месте своего темного века. И хочется мне задать вопрос, Андрей Андреевич, а где же в этом всем элемент спокойствия? Если вы каждый день на протяжении хотя бы одной недели будете выполнять данную медитацию, глядя в это межбровье, и будете это выполнять на протяжении хотя бы пяти минут каждый вечер перед сном, даже в лежачем положении можно это делать, не обязательно сидя, то в обычные дни, когда у вас будет появляться беспокойство, и вам необходимо будет быстро успокоиться, необходимо будет представить, будто ваши глаза направлены в темное веко. Это очень быстро вас успокоит, это моментально включит ту кнопку, о которой в свое время говорил Ури, где кнопка у робота, так вот кнопка вашего спокойствия будет именно в этом месте. Каким образом это работает? Когда вы ложитесь спать и смотрите в свое межбровье, то вы успокаиваетесь, и после этого ваше сознание получает информацию того, что вы находитесь в состоянии спокойствия. В тот момент, когда вы на протяжении дня вспоминаете о том, что вы смотрите в это межбровье, то автоматически будет включаться состояние вашего спокойствия. Скажите, это легко? Сейчас я отвечу на все вопросы. Существует ли какой-нибудь обряд, который может помочь другому человеку успокоить другого человека? То есть сейчас кто-то написал, Андрей Андреевич, там у меня ребенок, этот ребенок беспокойный, он не может никак успокоиться. Существует ли какой-либо обряд? Да, такой обряд существует. Необходимо пальцами, без первого пальца, необходимо рисовать крестик на груди с произнесением слов Ома-Хум-Ха-Хухри. То есть берете ребенка, садите его на колени, или представляете, будто вы ему рисуете крестик на груди и произносите Ома-Хум-Ха-Хухри, Ома-Хум-Ха-Хухри. Десять раз где-то делаете так на уровне груди, после этого одиннадцатый раз делаете на уровне лба, и двенадцатый раз на уровне живота. Таким образом, за один раз, если это выполнить, то человек быстро успокоится. Также вы можете успокаивать себя, используя вот такой вот ритуал. Проводите по груди несколько раз руками своими, произносите тихонько шепотом Ома-Хум-Ха-Хухри, прямо в самом центре груди, там где кость. Ома-Хум-Ха-Хухри, Ома-Хум-Ха-Хри, Ома-Хум-Ха-Хухри. Так считаете, десять раз, одиннадцатый раз по лбу проводите, и двенадцатый раз на животе. После этого человек обретает спокойствие, очень удивительный и быстрый эффект. Не придется ковыряться в себе, не придется искать, кто в чем виноват, разбираться в состояниях всевозможных, если можно фактически наработать себе вот такую энергию спокойствия и в дальнейшем с успехом ей пользоваться. Олеся пишет, Андрей Андреевич, прошла первую ступень, стараюсь применять философию школы, но шумы и кода, которые я приобретала у вас, не срабатывают. Подскажите, что делать? Я не могу понять, о чем вы меня сейчас спрашиваете. Не срабатывают они, не включаются на сайте. Если это техническая проблема, свяжитесь со службой поддержки. В случае, если они не срабатывают, я хочу вам дать совет. Коды и шумы, они срабатывают только у тех людей, у которых есть наработанная психическая энергия. Когда тратится ваша психическая энергия? Она тратится в тот момент, когда человек начинает эзотерически ставить программы. Коды и шумы – это фактически то, что раскрывает эти программы и заставляет их работать для того, чтобы эти программы осуществляли ваши желания. Для этого необходима какая-то психическая энергия, которая возникает у человека в тот момент, когда он получает от жизни радость и удовольствие. Первые признаки того, что программа поставлена хорошо, того, что коды работают хорошо, того, что мантры работают хорошо – это ваше плохое настроение. Если у вас после чтения кодов или после чтения мантр ухудшилось настроение, это говорит о том, что коды сработали, это говорит о том, что вы потратили свою психическую энергию. В случае, если у вас восстановление произошло быстро, это говорит о том, что у вас есть ресурсы накопления психической энергии, то есть у вас есть котлы, построенные в вашем организме. В случае, если вы не можете один-два дня прийти в себя и ваше настроение и самочувствие ухудшается, это говорит о том, что вам нет необходимости ежедневно слушать коды или шумы и выполнять такие практики. А есть смысл дальше проходить ступени, для того, чтобы строить все-таки цилиндр, котлы ваджарные, развиваться и увеличивать психическую энергию. Я начал делать ваши практики, но, видимо, я что-то делаю не так. Скажите, с чего вообще нужно начинать новичку в эзотерике? Новичок в эзотерике, ему необходимо начинать с философии, которая есть в эзотерике. Какая это философия? Философия денег, когда покупаешь, приобретаешь. То есть каждый раз, когда вы тратите деньги, необходимо произносить «я покупаю материальное благополучие». Также я когда-то рассказывал, что когда человек рассчитывается в магазине, он должен сместиться с человека, который является потребителем, на человека, который является руководителем. Поэтому в случае, если вы в течение дня рассчитываетесь с кем-то, то говорите «я выплачиваю этому человеку заработную плату». Допустим, вы платите ГАИшнику и выплачиваете, не платите ему штраф, а выплачиваете ему заработную плату. То есть фактически, энергетически становитесь начальником ГАИ. Скажите, начальник ГАИ больше получает, чем вы? Ну, наверное, больше. Также там есть ряд концепций, которые изучаются на первой ступени. Это неосуждение, милосердие, желание доброты. Также очищение пространства. Я очень часто об этом говорю, что человек, находящийся в загрязненном пространстве, не может заниматься эзотерикой. Поэтому проходите правильно ступень, изучайте, как очищать пространство и начинайте именно с этого. Иначе все это бесполезно. Основа нашей школы заключается в том, что она работает очень эффективно. И вся ее система основана на использовании психической энергии, которая, по моему мнению, является следствием испытывания человеком ощущения радости и удовольствия. В случае, если человек испытывает радость и удовольствие, он накапливает психическую энергию для того, чтобы в дальнейшем ее использовать. Таким образом, если вы не имеете психической энергии, то вам ее необходимо наработать. Каким образом? Испытывать состояние радости и удовольствия. Как нужно научиться испытывать радость и удовольствие? Нужно научиться восхищаться. Нужно научиться удивляться. Что угнетает состояние психической энергии? Ее угнетает, психическую энергию угнетает состояние разочарования, злости, общего негатива. Ученица ступени с января 2019 года. У меня обнаружили опухоль щитовидной железы. Слушаю мантры от опухоли, шумы, читаю мантры зеленой тары. Что можете посоветовать с эзотерических практик в данной ситуации? Необходимо брать шарф шелковый и вот так вот шелковым шарфиком тереть по такой опухоли ежедневно. В случае, если у вас опухоль, можно предварительно связать на двух веревочках большое количество узелков. После этого поднести эти узелки к щитовидной железе и развязывать каждый узелок возле вашей щитовидной железы. Делая на выдохе звук хау или звук кья. Таким образом, вот так держите здесь бусинки навязанных узелков. Вот так и развязывайте. Первый узел развязали, потом второй узел развязали. И представляете, будто эти узлы вы достаете из щитовидной железы. Каждый день 108 узлов необходимо развязать на уровне опухоли. Каждый раз, когда развязываете, необходимо произносить гья-я или кья. А есть после мантр кодовый практик, настроение не портится, не появляется никакой усталости. Что это значит? Что ничего не получилось, энергия не тратится. Это говорит о том, что, видимо, недостаточно хорошо вы отработали с данными мантрами. Недостаточно долго или недостаточно сконцентрировано. Расскажите, пожалуйста, про прививки. Нужно ли делать прививки? Сейчас мы не об этом. Итак, дальше. А если человек имеет психические атаки? У него появляются панические эпизоды. Он не знает, как с этим справляться. Могу ли я дать рекомендации? Конечно. Конечно же, эзотерика, из-за того, что эта эзотерика является сверхэффективным методом воздействия на человека, может помочь человеку справляться с негативными состояниями, такими как панические атаки, депрессивные эпизоды. В тот момент, когда у вас возникает паническая атака или нервное состояние, я очень рекомендую указательным пальцем правой руки обвести себя несколько раз и после этого правой рукой запечатать со всех сторон пространство, где вы находитесь, с произнесением слов «Ом-махум-ха-хохри, ом-махум-ха-хохри, ом-махум-ха-хохри» сверху и снизу. Также я очень рекомендую с первой ступени читать мантру, которая отключает систему эгрегоров. Это мантра «На вдохе кли, на выдохе кофеть, кли-кофеть». Также очень рекомендую использовать такой метод. Если и первое, и второе не помогают, рекомендую использовать третье. Вечером перед сном необходимо приставить, будто в левой руке вы держите пригошню серебряных монеток. После этого берете каждую монетку и на вдохе бросаете себе эту монетку в голову. Делайте так достаточно длинное количество раз. Если вечером перед сном делать 108 раз или представлять, будто вы это делаете кому-либо из своих знакомых, и делать это на протяжении 30 дней, то у человека исчезают панические атаки, он начинает чувствовать себя хорошо. Я ваша ученица, помогите найти выход из ситуации. Мой сын работает доктором в другой стране. Год назад у него начались неприятности. Забрали лицензию, потом вид на жительство не продлевает договор труда. Он попал в больницу, прооперировали, теперь проблемы со страховой, грозит депортация ему из страны. Какие эзотерические методы ему нарабатывают, чтобы разобраться этот порочный круг. Каждый день с утра читаю мантры, слушаю шумы, практикую коды. Что еще можно попробовать, прошу вас. Дело в том, что вы задаете вопрос как мама. А дело в том, что именно он должен это все делать. Он должен читать коды, читать мантры. Вы можете использовать тот метод, о котором я рассказывал на первой ступени. Вот так садитесь, говорите, мои маленькие ручки, мои маленькие ножки, представляя своего сына. И после этого начинайте произносить. И пусть тебе документы отдадут, и пусть тебе каждая дверь открыта будет. Пусть у тебя всегда будет много работы. И так делайте на протяжении 10 минут с утра. При этом предварительно очищаете эзотерическое энергетическое пространство того места, где вы находитесь. Андрей Андреевич, я ученица школы Кайлас. Прошла первую ступень, не знаю, как правильно поступить. Мне срочно нужно одно помещение в аренду, но оно занято другими людьми. Могу ли я воспользоваться методом свечи, чтобы они съехали, не наврежу ли я им и себе? Нет, не навредите, можете использовать. Моля, добр, препарат за ослабление, мерси. Ничего, не понял. Купила квартиру, на балконе обнаружила узелок с 10-копеечными монетами. Можно их в коробку, желание высыпать. Ни в коем случае нельзя. Вот как вы их нашли, нужно выкинуть их в мусорку и даже не развязывать. Внучка агрессивно реагирует на замечания. Может ударить ногой, дерется. Что делать? Спасибо. Вашей внучке необходима магнумцид. Давайте ей данный препарат каждый день по одной столовой ложке. Три раза в день. Поехали дальше. Как справиться с гневом? Сейчас очень муссируется данный вопрос. В интернете очень много эзотериков почему-то подхватили данный вопрос и начинают его муссировать. То есть объясняют, какой бывает гнев. Нужно разбираться и ковыряться. Нужно вспоминать и там еще что-то делать. Я могу сказать, что гнев это очень сложная эмоция, которая очень часто мешает человеку быть здоровым и счастливым человеком. Гнев я делю обычно на две части, так как гнев бывает бесконтрольный и контролируемый. Контролируемый это когда человек целый день раздражает и вечером включается гнев или ежедневно раздражает человек. Предумышленно или неумышленно это не имеет значения. И бесконтрольный гнев это когда человек как спичка с ничего мгновенно зажигается и не может никак с собой справиться. И один и другой гнев можно убрать у человека, если он произнесет во время гнева слова «я ни при чем». То есть в тот момент, когда вы гневитесь и когда вы хотите что-то сделать негативное, закричать, ударить кого-то или еще что-то сделать, вы должны произнести себе «я ни при чем». Естественно и это очень часто не помогает, так как человек забывает произнести эти слова, ему очень сложно об этом вспомнить и так далее. Я хочу вам сегодня рассказать каким образом или где находится еще одна точка, которая может убрать у человека гнев. Это точка сзади бедер, которая связана с элементом ускоренения гнева. Это самый центр бедра с левой стороны и с правой стороны, вернее на левой ноге и на правой. Если разделить ногу на две части, там находятся точки прямо по центру бедра, это точки, которые называются точками гнева. Если на эти точки надавить, то не будет больно, будет наоборот смешно и немножко приятно. В случае, если человек нервничает, он должен найти эти точки, немножечко их понадавливать в положении сидя или в положении стоя. Это очень быстро убирает гнев, фактически убирая его в дальнейшем. В дальнейшем, если вы будете ежедневно, я не знаю, 3 минуты или 5 минут надавливать данные точки на протяжении дня хотя бы один раз, то вы найдете в себе силы избавиться предварительно от гнева, который возникает бесконтрольно. То есть вы сможете избавиться от бесконтрольного гнева. Скажите то, что я вам рассказываю, вам вообще это необходимо? Вам вообще это интересно? Добрый день, Андрей Андреевич. А будут ли морские курсы в этом году в Крыму, ученица школы? Нет, к сожалению, в Крыму и в Российской Федерации в этом году морских курсов не будет. Также я могу сказать, что мы больше не будем проводить в Египте морские курсы, скорее всего, в ближайшие несколько лет. Где будет проходить ближайший морской курс? Мы, скорее всего, будем делать морской курс в Украине в этом году. Он будет связан с здоровьем, с элементами целительства. Также я представлю свою новую книгу, которая называется «Магические системы лечения человека». Также будут проведены 10-12-дневные курсы целительства. Я буду объяснять, каким образом нужно помогать человеку. Буду давать под запись всевозможные методы, рассказывать, как обнаруживать свойства растений. Ну и много-много всего интересного. Также я хочу провести на протяжении этого года беспрецедентные марафоны. Что это такое? Я бы хотел заниматься с группой людей, которые бы могли подключиться ко мне или я бы подключился к ним. И на протяжении 10 дней, 3 часа утром и 3 часа вечером ежедневно заниматься со мной. Допустим, утром это с 10 часов до 2 часов дня или с 10 часов до часа дня. А вечером с 5 часов до 9 часов дня ежедневно заниматься со мной. Так, чтобы я мог. И дальше будут эти марафоны у нас связаны с деньгами. Или они будут связаны с развитием ясновидения. Или с замужеством, привлекательностью. Либо со здоровьем. И такие марафоны я их проведу, скорее всего, на протяжении года несколько. Так вам не нужно будет переезжать или куда-то ехать. Также во время марафона я смогу с вами или с той группой, которая будет со мной обсуждать вопросы, которые связаны с практиками, которые я буду исключительно, эксклюзивно давать во время этих марафонов, своего рода такой виртуальный морской курс. И мы сможем на нем поучаствовать. Сегодня попробовала ваш совет по поводу пробок на дорогах и места на стоянке. У меня все получилось. Ура! Поздравляю! У вас, пожалуйста, у меня не получается отношения с людьми. Каждый день словно ад для меня. Когда встречаюсь с другими людьми, никто не хочет со мной общаться. Я в отчаянии. Вам необходимо начать проходить первую ступень. Там я объясняю метод такой. Это метод рисования на своей груди два треугольника. При этом это запуск хорошего к себе отношения. И я также объясняю на первой ступени, почему с вами не хотят общаться. Это говорит о том, что от вас любовь течет очень сильно. Когда от человека очень сильно течет любовь, то люди от него отворачиваются. Это такая вот особенность. Итак, вернемся все-таки к точке гнева. Скажите, всем понятно, где находится точка гнева? Она находится сзади. Если разделить заднюю поверхность бедра на две части, то в самом центре этого бедра будут находиться эти точки. Это большие такие, большие площади. Если их удерживать или просто мягко надавливать ежедневно, там, две минуты утром в обед и вечером, или по три минуты, то вы в дальнейшем сможете научиться контролировать свой гнев. Уникальные вот такие вот точки. От меня вам вот такой подарок. Также в случае, если человек болеет, и он болеет тем, что у него навязчивые идеи, также гневливость, также он не может никак успокоиться, я рекомендую другому человеку удавливать эти точки или надавливать эти акапунктурные зоны чем-то твердым, для того, чтобы избавить человека в дальнейшем от его состояния неумышленного гнева, которыми он страдает. Всегда во все времена помните, что гнев – это первая ласточка неприятностей и болезней в вашей жизни. Вы должны знать, что таким образом вам сигнализирует о том, что скоро у вас начнутся неприятности или болезни. Не стоит воспитывать себя, если вы гневливый человек, но в дальнейшем, в случае, если вы будете сосредотачиваться на том, что вы сделали неправильно, то это даст вам определенный рычаг, который поможет вам в дальнейшем не совершать такие ошибки. Старайтесь не гневиться по одному и тому же поводу и делать это многократно. Дело в том, что если вы это делаете вновь и вновь, то это как ударяться головой вновь и вновь, а что-то твердое, травмируя себя постоянно. Не делайте себе постоянно неприятно, так как любое состояние неприятное обязательно сказывается на вашем здоровье. Также в случае, если вы начинаете гневаться, обращайте внимание на то, что вы смотрите при этом. Дело в том, что во время того, когда у вас появляется гнев, вы начинаете смотреть плохую информацию, негативные фильмы, какое-то что-то плохое. Старайтесь в это время, наоборот, себя чем-либо вдохновлять, старайтесь находить информацию радужную, старайтесь отдыхать, старайтесь кушать вкусно, старайтесь обнимать близких. Андрей Андреевич, когда вы планируете проводить четвертую ступень? Четвертую ступень обновленную я планирую проводить в этом году, скорее всего, в начале или в середине апреля. Дополнительная информация будет выложена прямо на этом сайте Дуйко Гуру. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, получит ли моя семья отдельную квартиру? Просто 20-20 уже в природе живем. Смотрите, вот здесь есть кнопка, она называется «Поблагодарить Адуйко». Вы жмете на эту кнопку, сбрасываете определенную сумму, и после этого, какую хотите, после этого задаете такой вопрос. Договорились? Пусть любая работа будет оплачена. У ребенка страх на лай собак. У меня всю жизнь радио в голове. Думаю, что половина мыслей не моих, и проблема со сном. Засыпаю под утро. Холодный душ, таблетки, и то же посылание, мысли, результаты не дают. Как вылечить такое состояние? Скорее всего, эти состояния у вас возникают с тем, что не выделяются гормоны. Скорее всего, эти гормоны, дофамин или гормоны коры головного мозга, возможно, вам необходимо обратиться к неврологу или к психиатру, для того, чтобы пройти определенный курс лечения. Раз вам не помогают методы, может быть, обратиться все-таки за лекарственной помощью профессиональным врачам. Можно к вам записаться на скайп-консультацию. Дочери 28 лет ждут ребенка, не получается. Врачи говорят, что у нее и мужа не все в норме. Если найдется минутка, пообщаться с ней в скайпе. Уважаемые господа, я, к сожалению, не принимаю больше людей ни онлайн, ни в скайпе, нигде. Мой ресурс исчерпан. Я больше не принимаю людей нигде, ни в какой форме. Я, к сожалению, не могу себе это позволить. Наша школа очень увеличилась. На сегодняшний день я страдаю даже немножечко от популярности, так как количество людей, которые меня знают, оно выросло до необразимых каких-то невероятного количества. То есть со мной здороваются везде, где бы я ни находился. То есть это аэропорт, где бы ни летел, ко мне подходят магазины, на улице, в банках. Ну, повсеместно. То есть стоит мне выйти на улицу, на улице со мной здороваются, там в такси со мной здороваются, обязательно кто-то подходит, здоровается. Это выглядит так. Раньше это было один раз в месяц, сейчас это в день происходит вновь и вновь. Причем человек на улице начинает догонять меня, обязательно начинает рассказывать о своих проблемах или наоборот начинает шутить, говорить, ты тот сумасшедший, мы тебя знаем и так далее. Но я, к сожалению, не имею возможности в дальнейшем больше контачить вот так напрямую и принимать кого-либо каким-либо образом. Ну, сори, вот вам и популярность. Поэтому, скорее всего, я вас не смогу выслушать по скайпу. Я по скайпу года 4 уже не принимаю никого, ни в Вайбере, ни по скайпу, ни где-либо еще. Проходите семинары, смотрите мои лекции, связанные со здоровьем. Личную консультацию я не провожу. Скажите о практике, которую нужно выполнять 4 числа в четверг. Каждый четверг 4 числа необходимо, после того, когда вы на протяжении дня прожили, необходимо перед засыпанием сказать, покурить, допустим, сигарету и сказать, я обещаю с сегодняшнего дня больше не курить. И с завтрашнего дня у вас появятся силы не курить. Вообще это не связано с четвертым числом, с четвергом. Это связано с четвергом. Если каждый четверг человек будет говорить себе, все, я больше не курю, то он обязательно на какой-либо четверг бросит. В четверг уникальный день недели. Почему-то в четверг не зря его называют чистым. Если четверг человек дает себе обещание какое-либо, то у него появляются силы сделать так, чтобы его в дальнейшем это не мучило. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, как избавиться от социофобии. Уважаемые господа, я хочу вам дать совет. Для того, чтобы избавляться от чего-либо, вам необходимо начинать заниматься саморазвитием. Это саморазвитие, оно возможно. В случае, если человек по чуть-чуть начинает изучать мою первую ступень. Скажите, уважаемые господа, тот, кто находится сегодня во время этого вебинара, скажите, у кого были такие проблемы социофобия, а также панические атаки, депрессивные эпизоды. И кто смог на протяжении какого-либо времени справиться, используя методы моей школы. Напишите просто, да, у меня было, поставьте плюсик, для того, чтобы человек видел, что это возможно при помощи тех методов, которые я даю. Здравствуйте, вы мне приснились, как будто я у вас в гостях, и мы с Соней, меня угощаете на столе много бутылок. Чему этот сон? Это хороший сон, скорее всего, у вас что-то добавится в вашей жизни. Это Алья из Казахстана. Недавно услышала, что вы сказали, что аутоиммунный тиреодит невозможно вылечить 20 лет. Может, есть какие-либо другие методы лечения, я имею школу вашу через эзотерику, благодарю. Вылечить тиреодит аутоиммунный, а также любые заболевания щитовидной железы можно при помощи эзотерики. Необходимо взять натуральный шелковый шарф, натуральный шелковый шарф, желательно всего из белого шелка или из зеленого шелка. И каждый день 10 минут тереть по передней части горла. Вот так потерли, убрали, потерли, убрали, потерли, убрали. Делать так два раза в день. Если это делать два раза в день на протяжении месяца, за один месяц тиреодит исчезает. Этот метод исключительно данный мной для вас. Не нужно его никому советовать. Сейчас на пятой ступени. После построения шаров сознания и прожектора, который несколько раз воспользовалась, сильно заболела вирусным, респираторным, много мокроты, выходит из бронхов. Может это быть как-то связано с переходом на новый уровень? Она поднимает 2-3 раза. Обязательно, когда человек переходит на новый уровень, его поджидает заболевание. С чем это связано? Вся наша жизнь, вся жизнь всех людей, она связана с тем, что у него поднимается тона. Я об этом рассказываю на пятой ступени. Так вот, человек может поднять свои тона в обычной жизни. Обычный человек может поднять свои тона до четвертой чакры, выше не может поднять. Если он проходит четвертую чакру, или вот она проходит четвертую чакру, то упасть уже в дальнейшем ниже четвертой чакры у него возможности не будет никакой. Для того, чтобы это сделать, ему необходимо энергетически через центр сборки пройти через четвертую чакру. Именно это у вас и происходит. Когда ваш центр сборки будет проходить через четвертую чакру, в это время вы будете обязательно болеть какими-то заболеваниями легких. При этом слизь вся энергетическая, которая будет из вас выходить. Это будут элементы вашей кармы, элементы ваших энергетических, ну и эзотерических, наверное, прегрешений. Это ментальные проблемы или ментальные программы, которые не сработали. Оно все должно через сопли выйти. Так что все правильно вы делаете. Такое происходит у большинства. Получится ли у меня рекламный бизнес? Пожалуйста, подскажите. Получится. Приобрела первую обновленную ступень. Практикую сразу. Очень рада быть вашей ученицей. Вопрос. Можно ли делиться информацией с внукой, ему 16 лет? Пожалуйста, можно. Вот смотрите, я задал вопрос. Он звучал так. Кому помогло использовать мои эзотерические практики, и у человека исчезли панические атаки? Вот пишет Татьяна Зубко. Поставила «да, помогло», и поставила «да, было, помогло». Дальше Олег Галкин поставил «плюсик». Да, были атаки достаточно сильные. Избавилась, написала Татьяна Омск. Ирина Козлитина «плюсики», Наталья Наталья «плюсики», Алена. Видите, есть такие люди, у которых были такие проблемы, и они избавились. Поэтому давайте не будем меня пытать сейчас и говорить, Андрей Андреевич, давайте, помогайте. Я хочу вам еще раз дать совет. Внимательно проходите, внимательно используйте, не торопитесь, все исчезнет. Таня, принесите мне водички. Там кто-то пишет, Андрей Андреевич, вы постоянно во время вебинара облизываете себе губы. Я могу сказать, почему я это делаю. Сейчас, когда я здесь нахожусь, то вот здесь прямо перед моим лицом находится лампа, которая светит мне в лицо. И слева находится лампа, которая светит мне в лицо. Также в офисе достаточно жарко, я в пиджаке. Так вот, я терплю жару такую и делаю это специально для того, чтобы вы могли видеть меня. И не одеваю, допустим, не снимаю пиджак, чтобы вам было приятно смотреть. Поэтому могу сказать, что пить я хочу просто от того, что мне хочется пить, от того, что жарко сейчас. А к пхаламу можно в любое время подключиться, если намечается свой бизнес. Нет, нет, пхалам только с теми людьми, которые дали мне свои заявления. Пхалам уже запущен, с пхаламом я буду работать один год, больше туда никто уже не подключится. Если мы вам не ответили во время пхалама, то это говорит о том, что вы, скорее всего, мы вам отказали. Приобрела первую ступень, изучила. Подскажите, нужно ли проходить, получать у вас посвящение? Нужно. Скажите, можно ли читать мантры заклинания, выполнять практики в своей машине? Если да, то как правильно это делать с уважением ученик школы? Не, ну я же понимаю, что машина это фактически вторая квартира у человека. Можно ли это делать? Можно, но я бы рекомендовал это делать только в тот момент, когда вы остановились. То есть, если вы остановились, можете читать мантры, или читать заклинания, или читать коды, или слушать шумы. Все, что угодно, эзотерика вся для вас. Во время езды ни в коем случае не стоит практиковать коды, мантры, слушать шумы, так как в какой-то момент может отключиться сознание. Это очень энергетические, мощные методы такие, они опасные. Естественно, во время езды вы должны быть полностью сконцентрированы на вождении и безопасности на дороге. И для того, чтобы вас не отвлекать все-таки этим, я противник того, чтобы это делать во время движения в автотранспорте. Поэтому, в случае, если вы остановились во дворе и читайте коды, или слушайте мантры, или читайте мантры, пожалуйста. Если во время вождения, я противник. Спасибо большое. У меня было после травмы плеча пополам с помощью кодов первой-второй ступени, прошло без операции, с депрессиями, тоже случалось. Плечо восстановилось на 80%, прошли панические атаки. Болезнь хошимота, тоже аутоиммунное заболевание. Вот то же самое с шарфиком, как я говорил, с шелковым, делайте то же самое. Дальше, в случае, если плечо вывихнутое, или вот так плечо не очень хорошо работает, я очень рекомендую, конечно, это звучит так очень примитивно, каждый вечер перед сном 2-3 раза плевать на плечо своими слюнями и делать массаж с этими слюнями. В случае, если использовать слюну, то вывих очень быстро убирается, плечо очень быстро восстанавливается. Это тоже эзотерический метод. Вы удалили меня из своей партнерской программы. Уважаемые господа, я не удаляю никого, я ей не занимаюсь. Там работают люди, которые являются руководителями партнерской программы. Я не являюсь человеком, который ведет партнерскую программу. В чем проблема, на вас это не похоже, вы зарабатываете, что я предлагаю. Друзья мои, все не ко мне, все не ко мне. Обращайтесь, пожалуйста, в службу поддержки, исключительно все вопросы в службу поддержки. Я ничего не удаляю, я там не участвую, ничего не продвигаю. Поэтому в случае, если вас удалили, это, скорее всего, есть правила, которые описаны мной. Если человек правила нарушает, то тогда его удаляют из партнерской программы. Если не нарушают, не удаляют, свяжитесь. Мы всегда даем людям новый шанс. Очень рады, что я с вами сегодня в первый раз в эфире, а вот на сайтах больше месяца читаю. Слушаю вас за хлеб. Спасибо. Можно вопрос. Более 2 миллионов рублей вложили... Никого никогда не удаляем. Сейчас вот Женя подошел, он говорит, мы из партнерской программы никого никогда не удаляем. У нас такого не бывает. Только если нарушитель изложительный. Только если изложительный. Что это значит, я не знаю. Вложили в кооперативную квартиру, на квартиру не денег, дважды перепродали. Причем с нашим имуществом в ней. Вернутся ли к нам наши деньги, либо квартира. Спасибо за ваше внимание. Вернуться. Как быстро вернется? Нужно будет 3 года ждать. Даже чуть-чуть больше. Скажите, пожалуйста, можно ли читать мантры, заклинания, выполнять практики в машине? Не ответил. Пожалуйста, 4-5 марта было очень плохо. Придерживалась поста. Ну, ничего страшного. Здравствуйте. Хотел спросить по поводу чтения мантры кодов. В одной из лекций упоминали, что при чтении мантры нельзя, чтобы в кармане находились... В комнате находились животные. У меня 2 кошки. И в момент, когда я начинаю читать мантры, их просто невозможно отогнать. Даже если до этого они спокойно спали в другой комнате. То есть они моментально прибегают, когда я начинаю читать мантры. Чем они мешают? Уважаемые господа, я вам хочу дать совет. Не читайте коды, мантры с кошками и собаками, даже если они пробегают или прибегают. Пусть они находятся в другой комнате. Вы рядом с собаками и кошками будете снижать свои тона. Когда они у вас будут снижаться, то эффективность эзотерики будет минимальной. То есть вы сможете сдвинуть свой центр сборки в животный мир. А животные живут не очень хорошо. У них не присутствуют эмоции и так далее. То есть животный мир – это мир, которым управляют рефлексы, злоба. Люди же не кусаются поголовно. У животных это распространено. То есть вы можете подхватить такие вирусы, как гнев. Можете подхватить невозможность контролировать свои эмоции. Это будет только связано с тем, что рядом с вами будут находиться во время эзотерических практик ваши животные. Прошла первая ступень. За месяц практик в жизни произошли положительные перемены. Ура! Ваши знания помогли выйти из тупика и депрессии. Большое спасибо. Хотелось бы посвящение. Подскажите, пожалуйста, еще раз, как очищать помещение с помощью ваджа. Спасибо, уважаемые товарищи. Данная информация полностью выложена в бесплатной первой ступени. Поэтому проходите первую ступень еще раз. А также изучайте и делайте очищение пространства. У внука часто бывает непроизвольное испражнение. Чем это может быть связано и как помочь? Для того, чтобы не было такого испражнения произвольного, нужно вот так вот плечи вперед ставить и заставлять ребенка поднимать голову как можно выше вверх. Если вы будете делать так каждый день перед сном, то на протяжении месяца испражнение закончится. Расскажите, пожалуйста, о шишковидной железе и вашей эзотерике. Я не считаю, что шишковидная железа имеет значение для человека то, которое описано в книгах Лапсанга Трампы. Я считаю, что специально работать с шишковидной железой нет никакой необходимости. С феноменом ясновидения я знаком очень давно. Могу сказать, что совершенно не так все развивается. Я ученица вашей школы и практики лучше срабатывать с людьми, которых я делаю, нежели со мной. Почему так происходит? Это все связано с тем, что ваше духовное поле настроено на элемент служения больше, чем элемент желания для себя. А это говорит о том, что вы внутренне, скорее всего, недооцениваете себя, а также считаете, что вы недостойны чего-то. Таким образом, у вас милосердие более ярко работает. Вам для того, чтобы начало все правильно работать, необходимо пройти четвертую ступень. И выжечь в себе эзотерический котел, который называется ваджарный котел. После этого у вас все системы начнут работать правильно. И тогда у вас будет получаться и с собой, и с другими людьми великолепно. Как вылечить близорукость и астигматизм зрения в 2-4 раза ухудшилось? Сейчас открою вот такой вот файлик свой. Сегодня я рассказывал о шелковом материале. Так вот, можно вылечить глазные болезни, если натирать спину и позвоночник шелковым материалом из натурального шелка. Человека кладут лицом вниз, после этого с него снимают одежду и сверху по спине натирают его шелковым шарфиком, чтобы появлялся такой электрический заряд. При этом необходимо это делать шарфиком или таким куском шелка, чтобы он был желательно белого или зеленого цвета. И делать это достаточно активно. Также очень помогает, если на голову одевать зеленый колпак, сделанный из зеленой бумаги, и туда, в этот колпак, класть зеленое яблоко. И сидеть перед телевизором 1 или 2 часа смотреть телевизор. Это лечит заболевания глаз. Также очень рекомендую использовать слюну, протирать ею свои глаза 2-3 раза в день. Это тоже лечит глаза. Андрей Андреевич, спасибо, что ответили на мои вопросы. Но у меня нет возможности купить первую ступень. Она бесплатная. Могу ли я наладить отношения с людьми после ее прохождения? Можете. Был перелом плеча, от операции отказалась. Из-за стресса поднялся сахар, гипс на половину тела. Лечили всеми кодами и травму, и психосоматику. Поздравляю. Бывает ли такое, что человек имеет энергию разрушения? Мой сын с чем не столкнется, все ломается. Бывает, это называется невезучий. Вообще, особенность эзотерики заключается в том, что эзотерик развивает у себя возможность быть сверхвезучим человеком. Как доказать другому человеку наличие эзотерики? Скажите, когда вам скажут, чем ты занимаешься, это все полная ерунда. Скажите этому человеку, ты выиграл, видел, как в лотерею выигрывают люди? То есть, когда человек выигрывает в лотерею, то почему он выиграл? Можно ли сказать, что это везение? А если везение, то это разве не эзотерика? То есть, почему ему повезло? Ему повезло, потому что... Что? Если человеку повезло, то тогда этот человек развил у себя состояние эзотерики. Или у самого понятия везения, оно эзотерично. Что мы делаем во время нашей школы? Мы развиваем у себя потенциал нашего везения, а также потенциал нашей энергии, которая может иметь очень большое или очень массированное воздействие. Какое может быть воздействие? Я могу сказать, что сделать так, чтобы человек не стал государственным деятелем. Это может сделать эзотерик, такой, как я. Сделать так, чтобы у человека начались приятности или неприятности, появилась энергия, или там что-либо в жизни начало происходить. На это способны такие люди, как я. То есть, я бы никогда не сражался на ринге, наверное, с боксером. Но я бы мог сделать так, чтобы он на ринг сам не пришел, потому что у него бы начались неприятности с его близкими, с соседями, с друзьями, с женой. Он бы начал болеть, у него бы там что-то начало происходить, и до ринга бы никогда не дошло. Тогда скажите, а смысл тогда развивать у себя паранормальные способности, он есть или нет? Конечно же, вот смотрите, как работает эзотерика. Один человек открыл магазин, и у этого человека ничего не получается. У него не получается торговать, к нему не заходят люди, они ничего у него не покупают, если вошли. А другой открыл маленький отдел, у него постоянно много людей, у него постоянно кто-то что-то покупает. Ему везет. Почему? А вот эффективная эзотерика, это эзотерика, когда не просто везет, а выстраивается очередь за один день, все покупают и так далее. Особенность эзотерика заключается в том, что настоящий эзотерик, он не может быть невезучим, не может быть несчастливым. У него всегда очень хорошее здоровье и хорошее отношение с близкими. И этот человек универсален, потому что ему очень везет. Связано ли это с богатством? Конечно. Можно ли сделать что-то так, чтобы другому человеку, который хочет навредить эзотерику, было плохо? Послушайте, может быть нереально плохо. Здравствуйте, как вылечить близорукость, астигматизм, зрение? Ответил. Хелп Андрей Андреевич написал через кнопку поблагодарить. Помогите поправить здоровье. Я молода, красива, дети, но одна. И после тяжелой болезни. Помогите, очень хочется жить долго и счастливо. Я немножко не понял, что же вы хотите от меня. То есть вы хотите здоровье поправить, или вы хотите начать жить с мужчиной? То есть что вам нужно? Я не понял. Как можно вылечить опоясывающий лишай? У нас есть препарат, называется ГВИ, а также варикавазиновая мазь. Нужно смазывать варикавазиновой мазью, а также использовать препарат ГВИ. Л-триптофан, когда его применять? Ой, очень быстро идут ваши сообщения. У меня после прослушивания ваших вебинаров, раскрещивания, пройденной обновленной первой ступени, начался сильный кашель. Выходило из меня много мокрот, так как три недели даже была аллергия. Лицо и грудь были красными. Я думала, что это вирус, а теперь поняла, что это со мной было, никакие таблетки не помогали. Это вам не таблетки нужно было, это вам нужно было лежать и кашлять. Вы откашляли всю свою плохую жизнь, у вас неприятности закончились. Мне приснился сон, что вы строите новый дом, и мой муж делает для вас. Ой, ничего не увидел, извините. Ну что ж, из-за того, что писем очень много я сейчас получаю, это говорит о том, что я читать их не смогу. Ну что, продолжаем наш вебинар. Хотелось бы рассмотреть такой вопрос. Они, по идее, эти вопросы одни и те же. Эти вопросы, они звучат так. Андрей Андреевич, как преодолевать наши трудности? Какой настрой должен быть у человека в тот момент, когда он хочет преодолеть трудности? Итак, первый, наверное, настрой звучит так. Всегда вы должны помнить, что все равно, как бы вам не было плохо в вашей жизни, вам все равно придется эту жизнь прожить. Именно поэтому я всегда говорю, что никогда не нужно включать апатию. Всегда нужно собираться, говорить себе, как я показываю на морских курсах. Ты мужик, после этого махать рукой и после этого говорить, все равно впереди целая жизнь. Нужно об этом помнить. Если у вас апатия, ничего не хочется, всегда помните, у вас впереди целая жизнь. Вы решите все вопросы. Да, себя можно обвинять, но лишь один раз. Почему? Не нужно себя обвинять многократно. Почему? Многократно обвиняет себя тот человек, который с первого раза не понимает. А если человек не понимает с первого раза, значит он дурак. А если человек не понимает с первого раза, и он дурак, то когда вы говорите себе вновь и вновь, я виноват, я виноват, я виноват, я виноват, то это говорит о том, что вы интуитивно делаете из себя еще не просто виновным человеком, а виновным-дураком. А дураком нехорошо быть. Потому что в мире побеждают только умные люди или те люди, у которых сознание работает быстрее. Так как сознание является короной наших чувств. Именно поэтому я говорю, не нужно себя обвинять многократно. Один раз что-то произошло, один раз обвинили, и больше не стоит думать об этом. Можно себе обвинять в чем-то, но не стоит это делать постоянно. Один раз обвинили, рукой махнули, решайте после этого. Дальше. Всегда нужно помнить, любой обман наказуем. Поэтому, если вас обманул кто-то, знайте, это все наказуемо. Вместо вас, или за вас ответит, за вас, вернее, вендету будет совершать Бог. И в случае, если вы отпустите ситуацию, то это совершение вендеты произойдет быстрее. Но здесь есть еще одна такая, наверное, такая идея. Тот человек, который хочет наказать другого человека за то, что его наказали, будет обязательно тоже наказан. Это такое правило. Всегда о нем помнить. Есть ли такие методы, которые позволяют заставить другого человека отдать долги? Конечно, есть. Я это даю на второй ступени обновленной. Покупайте вторую обновленную ступень. Я там рассказываю, как изготовить специальный договор, в ходе которого человек отдаст вам все ваши, все украденные у вас деньги. Хочу вот такое письмо прочитать. Сейчас очень мне понравилось. Уважаемый Андрей Андреев, здравствуйте. С большим чувством благодарности хочу отметить большие успехи и продвижения после морского курса. Клиенты сами меня ищут, деньги поступают каждый день, долги возвращают сами, а еще люди деньгами меня благодарят. Просто за то, что поддержал их в нужный момент. Вы творите чудеса, вы открываете каждому дороги для красивой жизни. Учитель наш, спасибо за то, что вкладываете в нас свою душу без остатка, что радуетесь с нами и за нас. Поклон вам, низкие обещания, что наши результаты превзойдут все ваши ожидания. Как я обещал, я стараюсь оправдать результатами. Спасибо, что вы есть. Что делать с трудностями? Трудности нужно убирать не за счет того, что больше работать, как это обычно люди делают и совершают тем самым ошибку. Трудности необходимо убирать, наоборот, начиная отдыхать. Поэтому в случае, если у вас сейчас какие-то трудности, вы очень сильно загнали себя, у вас долги, вы не знаете, что с этим делать, я хочу вам дать совет. Отключайте телефон, ложитесь и отдыхайте. Чем чаще и чем больше вы будете отдыхать, тем быстрее вы решите эти трудности. Не хочется мне верить, могу доказать, что именно так решаются трудности. К сожалению, сейчас нет на это времени. Трудности возникают из-за того, что человек сердится и гневится, а также врет. Это три компонента, которые приводят человека к тому, что у него трудности. Если еще один смотрит плохое кино, вы знаете, я считаю, что плохое кино к нему относится еще и порнография. Так как в порнографии используется блуд, это та энергия, которая опускает она у человека. Именно поэтому в случае, если человек смотрит плохие фильмы, порнографию, предвыборные агитации, сердится, гневится, а также врет, 100% жизнь у него будет трудной, она будет у него тяжелой. Скорее всего, он не сможет из нее вырваться быстро. Дальше. Как бы это ни звучало странным, но жизнь становится легче, если восхищаться и удивляться хоть чему-нибудь в жизни. Именно поэтому я часто советую на своей первой ступени. Обязательно удивляйтесь, восхищайтесь и радуйтесь хотя бы чему-нибудь. Прошла две ступени, можно ли мне получить посвящение и когда? Я дам посвящение на следующей пятнице. Вы сказали про треугольники, которые ставятся человеку на первой обновленной ступени, чтобы люди захотели общаться. Но у меня нет возможности ее купить. Есть ли другой метод? Первые две ступени выложены совершенно бесплатно в YouTube в виде подарка. Проходите. Мне приснился сон, что вы строите новый дом, и мой муж делает для вас самоработы. Мы находимся в подвальном помещении, приходит дочь Роза. И у нее все лицо в песке, я и мою личико и глазки от песка водой. Из бака вода чистая, но обжигает мне ногу. Роза становится чистенькой, очень красивой, смеется, убегает, играет на улицу. К чему такой сон? Ну, друзья мои, ну о чем вы говорите вообще? Какие сны? Чего вы туда лезете вообще? Вам мало своей жизни? Давайте мне сны не пишите вообще. Что это такое? Сны вам снятся? Андрей Андреевич, подскажите, ребенок трех лет ходит, играет. Я высказывания свои о снах рассказывал. Я говорил, что сны – это то, что в свое время создал Бог для того, чтобы контактировать с людьми. Но из-за того, что людей провожают неправильно, люди остаются в астральном мире, и очень часто духи умерших находятся в этом астральном мире. Очень часто духи становятся тем, что вашему сердцу мило, просят вас о чем-либо, и после этого вы им это отдаете. Когда вы это им отдаете, то это все у вас забирается. Не важно, кого вы видели во время сна, главное, чтобы это было сердцу мило. Очень часто такой дух во сне просит у вас что-нибудь, и вы ему отдаете добровольно. Если вы отдаете воду, то вы отдаете фактически часть своей жизни. То есть вы отдаете часть жизни или отдаете часть здоровья. В случае, если вы еще вообще во сне, ничего не нужно никому отдавать. Ничего не нужно. Не напрасно говоря, там зуб вырвали, неприятность будет. Почему? Потому что ее же из вашего зуба, из вашего рта вы вырвали. Ступени выложены свободно в доступе. Зайдите на официальный сайт Дуйко. Мы сейчас заходимся на официальном сайте. Может ли метод прогревания слоев не срабатывать? Может, в случае, если у человека не хватает психической энергии? Подскажите, пожалуйста, можно ли эзотерическими методами убрать хоть немного нависший живот, так называемый фартук после двух кесаревых сечений или только хирургическим путем? Конечно, можно эзотерическим путем. В нашей школе есть семинар, который называется «Похудение при помощи эзотерики». Приобретайте, проходите. Закончила прохождение четвертой ступени. Нужно ли посвящение? Не нужно. Могу ли я перейти к изучению пятой? Да. Может ли метод прогревания слоев не срабатывать? Уже ответил. Анастасия Успешного. Получится ли у меня круизный бизнес? Не получится. Как узнать, насколько духовно и почему при чтении кодов, взятых из свободного доступа, начинается икота, ученица первой ступени? Дело в том, что есть такие коды, которые имеют уровень, третий, четвертый уровень. И обычный человек, у которого не очень хорошо работает принятие и отдача энергии, работать с такими кодами не особо может. У него начинается икота, начинаются неприятности, начинает болеть тело и так далее. Все-таки это эзотерика, и она очень-очень эффективна. Когда вы приезжаете ко мне на морские курсы, то некоторых очень шокирует то, как я могу убрать болезнь щелчком пальца. Или могу сделать так, чтобы у человека мгновенно перестала болеть спина, или рука начала двигаться, или человек встает, приехал на палочках, уехал без палочек. И люди видят, наверное, такую невероятную энергию, которую я демонстрирую во время работы с залом. Это говорит о том, что я являюсь тем человеком, который натренировал себя. То есть, если человек начинает тренировать свою психическую энергию, начинает тренировать себя, знает при этом, как это можно делать, то он может развить у себя невероятные паранормальные способности. Они невероятны. Конечно же, можно спросить у меня, Андрей Андреевич, скажите, ну вы можете там предметы двигать руками? Нет. Но я могу сделать так, чтобы любимый человек вас так любил, как никогда в жизни. И никогда больше от вас не ушел. Я могу сделать так, чтобы тот, кто цепляется, навсегда потерял ваш телефон, удалил ваш адрес. Я могу сделать так, чтобы ваш бизнес с сегодняшнего дня начал приносить вам огромные деньги, у вас стояла очередь за товаром. Я могу сделать так, чтобы наоборот не приходил никто в ваш бизнес, и когда бы вы им не занимались, ничего не получалось. Скажите, этого достаточно или необходимо развивать у себя паранормальные способности для того, чтобы из воздуха делать золото? Скажите, а что лучше? Или сделать из больного человека здорового? Там Иисус Христос воскрешал. Я, к сожалению, воскрешать не умею пока. Но я могу сделать так, чтобы у человека, у которого паралич, этот паралич исчез на протяжении 30 минут. Это все за счет того, что я тренирую в себе свои способности. Я каждый день занимаюсь собой и занимаюсь над тем, чтобы увеличивать этот ресурс и эту энергию. Конечно же, когда вы только прикасаетесь и начинаете это все делать, у вас ничего не получается. Но так и происходит. Человек решил для себя. Он сказал, я в 100-метровке хочу выиграть Олимпийские игры, которые будут проходить в 2020 году. Что мне необходимо делать? Я ему говорю, ну ты должен начать каждый день бегать. Андрей Андреевич, ну я год бегаю, я до сих пор не выиграл Олимпийские игры. Но для того, чтобы выиграть Олимпийские игры, нужно 10 лет бежать. Именно поэтому, когда человек ставит себе нереализованные задачи и начинает работать, то у него не получается. Почему? Они слишком глобальные. Как человек, живущий в общежитии, может купить себе за 450 тысяч долларов в центре города квартиру? То есть может ли эта программа реализоваться даже за 2-3 года? Ну может, скорее всего, если у него есть невероятная психическая энергия. Как определить наличие вашей психической энергии? Могу сказать, если вы читаете коды и у вас поднимается давление, то у вас сумасшедшая психическая энергия. Можно ли каким-либо образом избавиться от того, чтобы не было вот таких состояний и не поднималось давление? Можно. Проходите 7 ступеней, приезжайте ко мне, и я запущу энергию так, чтобы у вас не поднималось давление, когда вы читаете коды высшего уровня. Андрей Андреевич, сын оканчивает школу. Подскажите, пожалуйста, какую сферу деятельности выбрать? Благодарю. Пусть логистику выбирают. Складскую, таможенную, а также транспортную. Подскажите, пожалуйста, как можно... Я подавала грин-карту в США осенью 2018 года. В мае 2019 года розыгрыш. Как получить грин-карту? Проходите первую ступень. Ребенок 3 года ходит, играет, все нормально. Резко ему становится плохо, болит голова. Он падает на пол и лежит пару минут. Стоит играть. Врачи не могут поставить диагноз. Это, скорее всего, связано у него с парощитовидной железой. Необходимо начать давать ему карбонат кальция. Купите в моей компании и давайте. Андрей Андреевич, вы невероятный человек. Спасибо вам большое. Я на пенсии и работаю. Хочу поменять работу на дизайн интерьера. Но не могу понять, получится ли. Получится, пробуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что был за голодный пост 4-5 марта. Вы о нем рассказывали. Но он же закончился. А если он закончился, что о нем еще раз говорить? Если бы это необходимо было делать сейчас, я бы рассказывал. А так смысл какой говорить еще раз о том, что уже закончилось. Итак, не стоит искать справедливости. Если кто-то и что-то поступает с вами несправедливо, то в случае, если вы это не принимаете, то у вас будут проблемы в жизни со здоровьем. Именно поэтому я хочу сказать вам, что в тот момент, когда вы вас обидели, у вас украли, у вас забрали и так далее, и вы начинаете возмущаться, начинаете в сторону этого человека, там, быть человеком, который хочет сделать зуб за зуб, глаз за глаз, то знайте, у вас будут проблемы с жизнью и со здоровьем. Я знаю, как это странно, то, что я говорю, но можете мне поверить. В случае, если человека киданули, в случае, если человека обманули, то самый простой способ – это махнуть рукой, если других не знаете. Но точно не использовать эзотерику для того, чтобы отомстить человеку. Особенно эмпирическую, когда вы придумываете, там, что-то придумываете и начинаете это делать. Это очень-очень может разрушить ваше здоровье и вашу судьбу, создав для вас большие проблемы. Как делать правильно или как делать правильно вендету, я об этом расскажу на второй и третьей ступени обновленной, проходите. В случае, если вы произносите эти неприятности, дадут мне виток в новую прекрасную жизнь. А, вот о чем я говорю. Если у вас возникли такие неприятности, допустим, у человека, человека обманули, у него заняли денег, не отдали, это были последние деньги, человек расстроился. Если он начинает обижаться, пытается выяснить отношения, то тогда ему будет хуже, у него будут проблемы с жизнью и со здоровьем. Но в случае, если вы, когда вас обманули, один день погоревали, а на третий день сказали, на второй или третий день сказали, ничего, это мой новый виток для новой жизни, для моего богатства, для моего дальнейшего безбедного существования, существования, моего счастья, здоровья, великолепной семейной жизни, то это уже будет мотивация. И данная неприятность может быть тем топливом, который может заставить вас прорваться из того замерзшего процесса вашей жизни, в котором вы, возможно, находились до того момента, пока вас не заняли. Таким образом, то плохое, что было сделано с вами при правильной мотивации или при правильной поставленной задаче, может быть тем топливом, которое может заставить вас или вырвать вас из того, в чем вы находились на тот момент. Как известно, у капитана корабля должно быть обязательно место назначения. В случае, если место назначения есть, то корабль может куда-либо доплыть. Точно так же и здесь. Когда человек живет и у него нет мотивации, то он никуда не приплывает. Именно поэтому, в случае, если у вас какая-то неприятность, то необходимо сказать, эта неприятность – это мой толчок или это мой прорыв в безбедную и богатую жизнь в дальнейшем. Или это мой прорыв. И после этого, если это мотив вашей новой жизни, а это является толчком, то у вас появится энергия, и в дальнейшем вы обязательно добьетесь того, чего вы хотели. Таким образом, и неприятность можно использовать как топливо. Очень легко это все говорить, но я знаю, насколько это тяжело все делать. У меня двое детей, у обоих из них аллергия. У них в крови постоянно ходят изонофилы, постоянно у старшего начинается кашель, у малшего сильный зуд, конечно, ребенок постоянно чешется, противоаллергические средства не помогают. Подскажите, чем помочь детям? Берите наш препарат карбонат кальция, давайте по две таблетки три раза в день. Также делайте ингаляции соленой водой, а также кормите детей обязательно солью. Пусть соль будет у вас постоянно в рационе питания. Покупайте каждый день сельдь, покупайте лосось соленый, и пусть дети каждый день кушают. Если вы будете их кормить каждый день чем-нибудь соленым, то у них аллергии не будет. Есть ли эзотерические методы избавиться от аллергии? Сейчас я открою и посмотрю. Эзотерические методы от аллергии. А витаминоз, аденоиды, меланома, аденома, алкоголизм, аллергический отек. Ага, аллергия. Необходимо завязать на голове человека красную ленту в виде банта, после чего снять и завязать на дереве, так же, как было на его голове, и оставить этот бант. Таким образом аллергия убирается. Вот, рекомендую. Андрей Андреевич, подскажите, как сделать так, чтобы человек, который нравится, в будущем был со мной? Это приворот называется. Батюшки, что вы делаете? Подскажите, если 10 лет назад был освящен дом батюшкой, можно ли его самому после этого чистить? Ну, конечно. Больше года на языке гематома. Как избавиться? Ой, я не знаю. Смогу ли я? Можно оливковым маслом полоскать. Андрей Андреевич, скажите, как вылечить грудную клетку кальвия? Благодарю, Алина. Приезжайте на морской курс. Пожалуйста, ответьте. Это важно для меня. Получится ли у нас запланированный семейный бизнес? Почему вы меня используете? Получится у вас запланированный семейный бизнес. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от розоции лица с помощью эзотерики или каких-то других способов? Какая причина появления? Аутоиммунная причина. Каким образом использовать это все? Ну, я могу вам сказать. Можно попробовать такой старинный способ. Если на лице появляется что-то, то необходимо взять кожу, необходимо шерсть собаки или шерсть козы, такая, чтобы шерсть была очень пахнущая. И каждый вечер перед сном обвязывать голову себе на час или на два. Делать это необходимо 30-40 раз. После этого шерсть выкидывается или закапывается. После этого с кожи все исчезает. Спасибо за препараты ТФ в восторге, особенно от черничной пасты, антитокса, бетулина. Можно ли одолжить недостающую сумму, чтобы попасть на предстоящий морской курс? Сын пытается искать работу за границей. Звать ли на родину? Звать. Живем в Казахстане. Зовите. В Казахстане он будет больше зарабатывать денег. Как понизить уровень сахара в крови диабет второго типа? Вам необходимо этот вопрос задать мне во вторник на моем семинаре, который связан со здоровьем. Андрей Андреевич, отключат ли Google и YouTube в России? Скорее всего, нет. Помогите выиграть лотерею джекпот. Очень хороший вопрос такой, Андрей Андреевич, помогите выиграть лотерею джекпот. А скажите, кто хочет выиграть лотерею джекпот? Наверное, нет ни одного человека, который не хочет. Нет ни одного человека, который не хочет. А теперь задайте себе вопрос. Зачем мне помогать вам выиграть джекпот, если я это могу сделать сам? Я могу выиграть сам джекпот. Тогда почему я его не выиграю? Потому что человеку, который занимается духовными практиками, а также человеку, который занимается эзотерикой, нет надобности. Почему? Он и так себя хорошо чувствует. Ваш джекпот – это я с моей эзотерикой. Это и есть джекпот. Я вам говорю это серьезно. Вы стремитесь, вы верьте, вы читаете эти коды, работаете над собой. Я вам обещаю, это и есть джекпот. Вам не нужна никогда будет никакая лотерея. Вы разберетесь в себе, у вас появятся деньги, и это будет приятнее, чем джекпот. Во много раз. Спросите учеников, которые давно в школе, у которых уже жизнь красочная. Хотят ли они, чтобы у них появился джекпот? Моя мама давно сделала аборт, о котором очень жалеет. После этого к ней приходилась немаленькая девочка, как бы с душой нерожденная ребенка. Необходимо провести обряд-проводы. Этот обряд я описываю подробно в своем семинаре, который называется «Ритуальная магия». Вы его можете на этом сайте приобрести и провести для мамы. Андрей Андреевич, ученица школы Кайлас. Прошла две ступени, прошу посвящения. На следующую пятницу получите. Можно ли читать коды, которые вы давали 4 марта на ночь? Можно. Подскажите, пожалуйста, получится ли у меня заработать на рекламе? Смешные вы. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при коксартрозе можно ли принимать омегу-3? Можно принимать омегу-3 при коксартрозе. Да, я считаю, что омега-3 может помочь человеку при коксартрозе. Попробую сейчас вам что-нибудь дать при коксартрозе. Не могу так быстро найти. На что обращать внимание? Прошла химия, органа, сохраняющая операция на молочной желиве, лучевая терапия была. Прошла вашу первую ступень. Спасибо за ваши советы. На что обращать внимание? На то, чтобы не злиться. А также обращать внимание на то, чтобы отдыхать, а также как-то не обижаться. Повышенный уровень хеликобактума? Не отвечаю. Ваша ученица третьей ступени. Хочу дорого продать свою маленькую старую хрущевку. Применяю ваши коды. Скажите, получится? Получится. Посоветуйте, как правильно вести себя с двуличным человеком. Если нет, возможности совсем с ним не общаться. Вы можете этого человека убрать навсегда из вашей жизни. Можете его на протяжении дня многократно представлять в отраженном зеркале. После этого не будет его практически рядом с вами никогда. Скажите, если носить постоянно бусы и обсидианта, не вредны ли щитовидки? Не вредно. Я не понял. Морских курсов в июне в Карпатах тоже не будет? Морские курсы в июне в Карпатах будут? Женится ли мой сын 38 лет? Зачем вы меня используете? Смогу ли я зарабатывать по вашим правилам? Зачем вы меня используете? Пожалуйста, подскажите эзотерические методы лечения витилиго. Давайте сейчас скажу. Эзотерический метод лечения витилиго. Сейчас открою букву В. Убрать витилиго можно так. Нужно замачивать солому теплой водой и засыпать человека на несколько часов. Также тереть глиной влажной по местам витилиго, после чего сыпать ее на живые цветущие цветы. Таким образом избавитесь от витилиго. Сейчас начнется лето, когда скосят урожай пшеницы. Необходимо брать эту пшеницу, замачивать ее в воде горячей или теплой, желательно горячей. После этого отцеживать. И вот этой соломой, которая водой смочена, необходимо целиком в ванной засыпать человека. И так, чтобы он в такой соломе с водой находился на протяжении часа-двух. После этого делать это на протяжении месяца, через день 15 раз. Витилиго исчезнет. Андрей Андреевич, я на пенсии, но хочу зарабатывать в интернете. Подскажите, пойдет ли у меня бизнес на партнерке. Откуда я знаю? Зачем вам спрашивать у меня? Пробуйте. Деформирующая остеоартроз правой кисты. Пальцы не сгибаются. Что нужно делать? Задать этот вопрос во вторник. Не могу избавиться от боли. Задать вопрос во вторник. Ну, все. Я так понял, нам нужно заканчивать наш сегодняшний вебинар. Вопросов по эзотерике у нас нет. У нас идут вопросы по лечению. По лечению я вам буду отвечать во вторник. Поэтому приходите во вторник. Итак, естественно, хотелось бы что-нибудь вам сегодня дать. Есть код, который может помочь человеку выиграть в лотерею. Это код Кай-ызыля. Кай-ызыля. Поэтому в случае, если вы хотите обрести возможность выигрыша в лотерею, а также сделать так, чтобы у вас появилось больше везения, вы можете читать Кай-ызыля. Вот такая мантра есть, которую человек может читать и в дальнейшем может выиграть джекпот и очень большую сумму денег. У дочери в этом году экзамены. Вы давали код для сдачи экзаменов. Мне его читать во время экзамена или сколько по времени? Пусть дочь читает. У меня друг выиграл джекпот. Теперь лежит на парализованной на коляске. Ему теперь ничего не хочется. Вот видите. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как с помощью эзотерики найти украденные документы? Заранее спасибо. Никак. Расскажите об обелиске. Вам для того, чтобы узнать об обелиске, необходимо пройти мой семинар, который называется «Египетская магия». Ученица школы начала очищение по программе «Панчакарма». Уточните, пожалуйста, порядок приема препаратов. Какое время лучше, утром и вечером? Утром необходимо натощак, после этого запивать чаем. «Панчакарма» выполняется следующим образом. Утром натощак человек выпивает две столовые ложки оливкового масла, через час принимает препараты и запивает это чаем. После этого делает то же самое вечером, перед самым сном, кроме оливкового масла. Делает это 7 дней, вернее 6 дней, на 7 день он должен провести промасливание. То есть он должен тело намазать маслом, войти в сауну и не парясь, посидеть на горячих камнях. То есть чтобы его тело было нагрето. После этого обмыться, не получая, не парясь с веником и так далее. Обязательно обмыться горячей водой, после этого обязательно одеться и быстро перейти домой. Потому что после промасливания очень сильно человек остывает, замерзает очень сильно, чтобы не заболеть. Выполнять нужно 4 таких курса. Курс промасливания и курс питья подсолнечного или оливкового масла обязательно. Также само промасливание в субботу или в воскресенье, оно тоже необходимо, так как открывает поры человека. Андрей Андреевич, скорая встреча, свою любовь? Конечно. Если у вас код на увеличение пси-энергии, есть. Очень сложно не обижаться, согласен. Создайте препарат для роста бровей и ресниц, очень нужно. Сейчас выходит целая серия наших новых препаратов. Это будет выходить отдельной вот такой, отдельной компанией. Эта компания будет называться Соня Дуйко Эффект Торнадо. Я это создал специально для своей любимой жены, для того, чтобы уже навсегда избавиться от того, что люди говорят, что я изменяю своей жене, у меня есть еще где-то семья. Я могу сказать, что немного мужчин, наверное, хотело бы и смогло бы сделать вот такую компанию для своей женщины. Я сделаю это. Я уже сейчас это делаю. Там будут всевозможные препараты Майкап, то есть это губные помады, это всевозможные системы по уходу за проблемной кожей лица и просто за кожей лица, для роста бровей, для улучшения кутикулы и так далее. То есть это все будет идти под одной торговой маркой, которая будет называться Соня Дуйко Эффект Торнадо. Ждите, к сентябрю мы открываем сайт, а также сделаем презентации всех этих препаратов. Их будет очень большое количество, больше, по-моему, там 300 или 400 наименований. Это будет не тибетская формула. Мне нужно выиграть лотерею джекпот, чтобы можно было уже вылететь из этой бедноты и убогости жить хотя бы нормально, как все люди. Недавно задали вопрос такой, Андрей Андреевич, вот за кого бы вы голосовали в этой стране и так далее. Я скажу вам так, скажите, что лучше, сифилис или гонорея? Просто ответьте мне, что лучше, сифилис или гонорея? Я могу ответить, ничего не лучше. Это система. Я об этом рассказываю на своих ступенях. Это система. Но дело в том, что вы привыкли к этой системе, потому что вы привыкли давать взятки, вы привыкли ненавидеть, вы привыкли ругаться, вы привыкли. Вы привыкли так реагировать. Да, не хочется в это верить. Да, не хочется верить в то, что система создается обычными людьми. Скажите, кто из ваших знакомых, родственников хотя бы раз что-то украл? Украл с предприятия, принес домой. Очень рекомендую посмотреть фильм, он называется «Зеленая книга». Когда-нибудь посмотрите этот фильм. Там есть такой момент, когда итальянец подобрал камень цветной, который был туда выложен для его продажи. И с ним не захотел ехать человек, потому что сказал, ты украл этот камень. Дело в том, что это так система устроена. Когда человек хотя бы один раз украл, и когда человек думает, как украсть, когда человек не хочет зарабатывать, а думает, как украсть, как жить на взятку, как жить на подачку, как забрать у студента, как студент потом забрать там с хамылем украсть цемент. И это все как бы можно найти объяснение. Все выживают, стараются выживать. Но если люди это делают, то тогда их руководителем будет вор. Это особенность такая. Не воруют верхние, а потом нижние. Сначала нижние это все делают, а ментально это… Если нижние по чуть-чуть, то средние много, а тех, кто сверху, очень много. Это так система устроена, вы представляете? Почему вас из этой системы не пускают туда? Потому что для того, чтобы уехать туда, нужно измениться кардинально в середине себя. Не давать полицейским взятки, не давать взятки медицинским работникам. Там много разных таких… И это должно быть глобально. Это должно быть в виде воспитательной работы. Хочу Тору вспомнить. Моисей специально вел евреев 70 лет через пустыню в Египте. Для чего же он их так долго вел? Ведь были там гораздо короткие пути. Для того, чтобы поколение рабов умерло, и появилось новое поколение свободных людей. Чтобы то поколение, которое хотело подчиняться, исчезло. И то же самое происходит сейчас. Поколение не изменилось еще. Но поверьте мне, когда поколение изменится, а оно изменится, то тогда и вверху будут стоять совершенно другие люди. Хотим ли мы уезжать? Друзья мои, находите в себе силы меняться в середине себя. Перестаньте обвинять, критиковать, хулить. Поддерживайте близких. Перестаньте воровать, врать. Будьте теми людьми, которые обожают своих близких. Не изменяйте женам и мужьям. Не смотрите порно. Не воруйте у чужих деньги. Не занимайтесь кидаловом. Не обсуждайте идиотов. Тотально, тотально игнорируйте зло. Тотально делайте так, чтобы в вашей жизни зла не было. Научитесь быть милосердными. Находите в себе возможность быть добрыми. Вот это может изменить все. Человек говорит обычно мне после таких слов. Андрей Андреевич, вы что хотите сказать, что в Америке люди милосердны? Да, я это утверждаю, потому что я когда-то ехал зимой в Америке на машине. И после этого машина пробила сзади колесо. После этого гаишник догнал сзади. После этого мы не разговаривали на английском языке. Он сказал, что у вас колесо пробито. После этого посоветовал нам ехать медленнее. После этого провел нас на нормальную дорогу. Мы не заплатили никакого штрафа. Он нам посоветовал ехать на какую-то дорогу. И после этого сказал, еще и передал другому полицейскому, чтобы нас через 20 километров обязательно проконтролировали. Скажите, он милосерден или нет? Кто их сделал милосердными людьми? У меня есть родственники, которые живут в Америке. И там в садике приходят вечером бабушки, которым от 50 до 70 лет. И просто так играются с детьми. Зачем? Ведь им деньги не платят. Они туда пирожки приносят, еще что-то делают. Почему так у них происходит? Потому что в этой культуре выращивают милосердие. Потому что все связано с внутренней культурой. Где человек человеку друг, где нет хулы, где нет критики, где нет обвинений. А сейчас посмотрите. Кого же можно... Кто же будет следующим? Следующий будет хуже предыдущего, друзья мои. Кем бы он ни был. Почему? Потому что невозможно поменять систему до того момента, пока НИС этой системы по другому социум негативит. Пока НИС негативит, пока НИС обвиняет, критикует, ненавидит, пока он ворует, пока обманывает, пока бегает по любовницам. Ничего хорошего в этом мире не будет. И хоть будет джекпот, хоть не будет джекпот. Будет вопрос детки у нас, женщины, с которой встречаются? Будет, да. Скоро выйдут карты? Скоро выйдут карты. Мантру Манибхадры нужно самому читать или слушать? Если слушать дуйко, то это тоже хорошо. Подскажите, ритуал черное клише лечит все неизлечимые заболевания? Ну, в случае, если вы делаете или выполняете черное клише, то после того, когда вы делаете этот ритуал, то обязательно должна произойти какая-то неприятность. Если неприятность не происходит, то ритуал не срабатывает. Когда человек выполняет черное клише, то у него на протяжении месяца должна быть жуткая неприятность, которая решается за три дня. То есть его могут в милицию забрать и отпустить. Или там что-то с детьми случится, но никто не пострадает. Это как бы черное клише выкупит заболевание за счет какой-то сложной неприятности. Черное клише выводит внутреннее заболевание во внешний мир. И во внешнем мире должна произойти невероятная какая-то ситуация, глобальная такая. Но она страшная в начале, но совершенно никак не развивающаяся. Спасибо за ваш труд, прекрасные подарки. Спасибо. Применяю. Подскажите, пожалуйста, оставаться ли нам в Казахстане, переехать в Россию? Оставаться в Казахстане. Могу ли я развиваться, как эзотерик, всегда тянуло к знаниям, стоит ли? Конечно, стоит. Практикую защиту бизнеса, применяю ваши коды в ЛГВ. Очень помогает. Спасибо большое. Нужно время, чтобы заработали. Спасибо вам большое, ученицы Семиступень. Пожалуйста, состоится ли вновь наша встреча? Конечно, Татьяна. Конечно, мы еще встретимся. Уважаемая, подскажите мантру для лечения пупочной грыжи. Вам не нужна мантра для лечения пупочной грыжи. Делается это так. Грыжи. Делается это так. Берется грыжа, вот так вот сжимается. И после этого на нее смотрите, вот так цокаете зубами, облизываете. И плюете через левое плечо. И так несколько раз. Потом берете иголочку с ниткой. И представляете, будто вы ее сшиваете, эту иголочкой. Вот эту грыжу. И после этого каждый раз, когда поделали такие движения, завязываете на узел. И так многократно. Потом веревочку эту срываете и на свече сжигаете. Делаете это ежедневно. Пупочная грыжа исчезает. Можно ли читать мантру, слушать шумы одновременно? Можно. Хочу счастливо выйти замуж в этом городе. Родить двоих дочерей. Благословите. Благословляю. Выходите. Пожалуйста, подскажите, если на улице найти чужие наручные часы эзотерические, это плохо, нет, найти хорошо. Плохо получается привлекать клиентов. Что сделать, чтобы было много клиентов? Получится ли вы эти большую на прибыль в деле, которым я занимаюсь? К сожалению, нет. Если близко подошел к стенке Грегора, какой самый эффективный метод выхода? Удивление и радость. Прямо начните смеяться с утра. Есть ли эзотерический метод лечения рассеянного склероза? Есть. Скажите, пожалуйста, дата рождения плохая или нет? Неплохая. Скажите, пожалуйста, мой бизнес прорвет? Прорвет когда-нибудь? Закрывайте его, не прорвет. На гборных курсах в июне в Карпаты будет возможность попасть к вам лично на прием? Пока не могу ответить. Не знаю. Скажите, пожалуйста, получится ли у меня открыть свою блинную? Если да, то когда деньги будут, а когда не деньги будут, когда заработаете, а когда вы заработаете? Ну вот сколько вы сейчас зарабатываете? Получу ли я диплом воспитателя в 2020 году? Получите. Какую можно делать татуировку ученикам школы Кайлас? Ваджу, скрещенную. Это хорошо ее делать. Во мне был джин. Как узнать, избавилась ли я полностью? Если джин есть, то тело замерзает. Если джина нет, то телу жарко. Скажите, пожалуйста, есть ли магический способ избавления от целлюлита? Есть. Я вышла замуж, и мы живем с родителями мужа. Отношения с мужем не лавятся отдельно от родителей. Он жить не хочет. Неужели выход развод? Вы же женщина. Женщина должна восхищаться, удивляться. Она должна всем восхищаться. То есть муж пришел там, не воевать. Ни в коем случае не воюйте. Обязательно восхищайтесь, обязательно радуйтесь, удивляйтесь. После этого муж вас перевезет. Высокий показатель. У мужа один сантиметр грыжа сдвинуло. Что делать? Только что рассказал. А, грыжа. Какая грыжа? Грыжа позвоночника. Итак, что я сегодня вам рассказывал? Как найти свое спокойствие? Я рассказал вам, что его можно найти, если человек начинает проводить медитацию, при которой он начинает смотреть свое межбровье, которое предварительно подготавливает так, чтобы закрыть свои веки глаз наполовину. При этом направить свое зрение в верхнее темное веко, в одну точку межбровье или во лбу. При этом он успокаивается, старается мысленно представлять, что тело раскачивается. И за счет того, что он смотрит вот в этот центр, оно успокаивается. Это легче всего выполнять в случае, если человек лежит вечером перед сном. Даже одна или две минуты практики данного метода может позволить человеку развить у себя состояние спокойствия. В дальнейшем, когда вы чем-то обеспокоены, вам для того, чтобы успокоиться, просто необходимо начать мысленно представлять, будто вы вновь смотрите вот в такое межбровье. Также в случае, если человек очень сильно беспокоится, этому человеку можно нарисовать самому себе 10 раз крестики в центре груди, два раза на лбу и два раза на уровне пупка. В случае, если это сделать 12 раз, то спокойствие человек получает и после этого ни о чем не беспокоится. Также это можно делать на расстоянии другому человеку, если вам это необходимо. Если человек имеет психические атаки, то человеку необходимо представлять, будто он держит в левой руке серебряные монеты и бросает себе в верхнюю часть своей головы. Делать это необходимо 108 раз на ночь. Дальше. Если человек будет произносить себе во время гнева, а я не при чем или я при чем, то он может справляться с гневом как контрольным, так и бесконтрольным. Трудности возникают у человека в случае, если человек обманывает, в случае, если человек желает кого-то наказать, а также сердится, гневится, а также врет или изменяет. Поэтому, если вы хотите избавиться от этого всего, перестаньте обсуждать, критиковать, злиться, побольше отдыхайте, поменьше работайте. Дальше. По поводу справедливости. Почему не везет и почему вокруг такая несправедливость. Хочу сказать, что любая несправедливость является элементом мотивации, которая может любому человеку помочь развиваться. Таким образом, в случае, если человек ставит любую неприятность, которая в жизни есть мотивом своей дальнейшей жизни или своих успехов, то это может быть тем топливом, который может его заставить вырваться из той жизни, в которой он сейчас проживает. Добрый вечер, ученица двухступеней школы Калас. 11 лет страдают угревых высыпаний по лицу и кожи головы. Как избавиться от этого недуга? Заранее спасибо. Я вам очень рекомендую использовать изотон, смазывать свое лицо изотоном или приехать когда-нибудь ко мне на морской курс. Я вам помогу убрать это один раз и навсегда. Продолжение следует... Очень хочется приехать на морской курс к вам снова, уже вместе с дочкой. Будет ли курс, посвященный любви и деньгам в этом году? Будет. Какое предпочтение вы отдаете музыке? Я люблю Баха и Вивальди. У меня уже 6 лет идет суд. Скажите, пожалуйста, я выиграю суд. В этом году не выиграете. Сильно отекают нижние конечности, синие звездочки на ногах. Какая причина? Плохо работают почки. Столько замечательных мест. Мы вас ждем в Казахстане. Спасибо. Я зарабатываю около 5000 гривен. 18 лет. Получится ли у нас хорошая семья? Не понял. Можно ли во время прослушивания шумов сделать изотерические практики? Можно. Три недели назад тому впервые услышал о вашей школе. С тех пор я каждый день понемногу слушаю вас. Мне нравится легче на душе. Пожалуйста, как выйти из депрессии, которая мучает долгое время? Старайтесь думать о будущем и старайтесь проговаривать себе, что вы видите с открытыми глазами. Прям садитесь и говорите. Я вижу телевизор. Я вижу стену, стена прямая. Я вижу потолок. На потолке я вижу. И это делайте каждый день на протяжении 10 минут хотя бы. После этого делайте так. Восхищайтесь. Делайте так. Берете бутылочку. Ой, какая бутылочка. Ой, какая чашечка. И ходите вот так по квартире. Ой, какая бутылочка. Какая чашечка. Какая стена. И какая там и так далее. Таким образом сможете от депрессии избавиться. Если депрессия есть, то ее может убить только восхищение. Спасибо за препарат Атофит. Папе 72 года сломал слуховой аппарат. В это время пришел заказ. С Атофитом пропил теперь оказывается... Ой, ой. Теперь оказывается... Отказывается носить слуховой аппарат. Да, действительно препарат Атофит очень эффективен. Уважаемые господа. Смотрите, можно ли выходить замуж с этим человеком? Скажите, почему я должен вам отвечать на этот вопрос? Подскажите, пожалуйста, как мотивировать ребенка на хорошую учебу? Для того, чтобы мотивировать ребенка, ничего не нужно делать. Он найдет себе средства и применение. Раньше IT это была очень модная специальность. Сейчас IT уже не модные специалисты. Таким образом, когда человек живет, он сам по чуть-чуть начинает определяться, что ему нравится, что ему хочется. Так не бывает, что человек сразу находит то, чем он хотел бы заниматься, и дальше этим занимается. Такого не бывает. Так только артистами становятся. Я зарабатываю 5000 гривен в 18 лет. Простите за задержку по поводу блинной. Получится блинная, можете открывать. Что есть для исцеления костей, сустава, эзотерической или еще что-то? На этом наш сегодняшний вебинар закончил. Я желаю вам всем успехов. Конечно же, я хочу произнести свои слова. Эзотерика управляет миром. Я могу вам сказать, что эзотерика помогает человеку быть защищенным. Она дает человеку внутренние силы, дает человеку возможности, дает человеку здоровье и везение, и любовь, и взаимность, и хорошую семью. Просто необходима эзотерика правильная. Занимайтесь правильной, эффективной эзотерикой у меня. И у вас обязательно в жизни произойдут изменения. И обязательно в вашей жизни, ваша жизнь будет такая, чтобы вам нравится, и чтобы вы были ей удовлетворены. С вами был Андрей Дуйко. Продолжение следует...